у всех у троих все опаленные снасти ни у кого нет ни силикона ничего нет нифига себе обалдеть не старая тебя люблю вот друзья смотрите на этого драча бля объясните меня вот что вами движет вот людям интересно знать вот зачем это делать черт попутал чертов сейчас на глубокий туманчук это стрелка развилка не стран глубокий туманчук это зимовальная яма да да вот здесь должен быть пост то чего я хочу добиться здесь стоял пост есть был постоянно контроль количество людей заезжающих что поводили инструкции с ними и проверяли снасти проверяли переловы вот в этом месте по своих лодках а у нас закрыта навигации у нас закрыта навигация никто ничего не делает а это лодка а это лодка езерская она у меня оформлена предприятие и она как служебная она может выезжать в любое время можно промысловый фонд надирающие органы могут ездить до них это не распространяется понятно здравствуйте просье как рыбалка вы на дача не ловите на драча не ловить не серьезно что на драча покажите показывает ёпт ну что это нормально нормально это пиздец у вас уже покажите да 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 я я я я я ребята вы узнаете что то запуска зачем это делать ну так отдыхайте можно что-то хоть нормально красиво с удочкой на на силикон по половине ну что ж разуме так каждый будет говорить два месяца это же ненормально это большой штраф во-вторых навигация закрыта вы находитесь в граничной зоне без документов как минимум потому что я точно знали лодка не получила дозвол на выход вызываем сейчас риб инспекцию вызываем райотдел едем в райотдел отдых заканчивать я что-то номер не вижу посмотрим ну и на драча ловить это вообще не серьезно у но 02 98 давайте пожалуйста возьмите драчи и выкиньте пожалуйста воду не я серьезно мы тогда лаки мотова вызываем брэм инспекцию хорошо ну снимите драч выкиньте его пожалуйста камера мне обязательно не нужно ну а вот товарищ вашку выкинуть и пожалуйста драч ну пожалуйста ну пожалуйста выкиньте драч я выключу камеру и не будем портить друг другу нервы давайте мы же уже хотим закончить хотим ехать это вот не можем выкнуть один драч спасибо за понимание и надеюсь что в дальнейшем такого не будет приветствую друзья хоть в шестой части не так много браконьеров как хотелось бы но тем не менее смотрите что они говорят то я там один раз полтора месяца ли там два месяца приехал а что мне нельзя ловить это моральные уроды для которых закон не писан друзья после пяти частей рейдов по браконьерским сетям я понял что очень остро стоит вопрос в обществе по браконьерам и для того чтобы эта борьба с браконьерами была более эффективна я обратился к президенту украины через электронные петиции я хочу объявить украинский такой флешмоб поделитесь петицией в соцсетях в этой петиции мы просим президента уравнять штрафы за использование браконьерских орудий лова и продажу браконьерских орудий лова к употреблению спиртных напитков за рулем то есть чтобы понимали чтобы это было примерно хотя бы там 12-13 тысяч гривен штраф они тут который сейчас там 340 620 по моему если я не ошибаюсь ну где-то в этих пределах поэтому друзья поддержите вместе мы сила хочу обратиться к на к моим коллегам блогерам по рыбалке друзья сделайте поддержите меня и давайте вместе очистим наши берега реки наши водоемы от браконьеров и браконьерских сетей вот мы находимся на сайте электронных петиций президента украины найти нашу петицию в принципе не сложно сортировки по темам найти экологию природные ресурсы и здесь вот она вторая идет по счету именно наши автор петиции я вот он текст уже 272 человека нас поддержала по состоянию на 11 января и для того чтобы проголосовать нужно авторизоваться то есть либо зарегистрироваться либо войти если вы уже зарегистрированы ничего сложного в ней нет номер ее 22 дробь 0 8 23 68 тире еп в принципе по этому номеру если его вбить в гугле тоже можно найти нашу электронную петицию буду вам признателен если вы поделитесь нашей петиции на страницах соц сетей рейды по браконьерским сетям будут продолжаться поэтому следите за нашими видео подписывайтесь и до встречи на рыбалке всем удачи всего хорошего пока